Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна цветов. В этом видео расскажу про очень эффектный цветок, который сделает любой цветник оригинальным. Перед началом видео прошу вас подписаться на мои резервные каналы Яндекс.Зен, Рутуб и Телеграм, чтобы в будущем нам не потеряться, если в России Ютуб будет недоступен. Ссылки на каналы находятся в описании под видео. Сегодня речь пойдет о цветке, который очень редко можно встретить в наших садах. Хотя это долгоцветущие растения с привлекательной листвой и необыкновенно красивыми насыщенно-голубого цвета цветками. Это Агапантус. Растение распространено в Европе и южных регионах. Это вечно зеленый многолетник высотой до 90 сантиметров с красивыми лентовидными листьями. Растение выдерживает небольшие морозы до минус 15 градусов. В средней полосе луковицу осенью выкапывают и хранят в прохладном месте, например, в подвале. Или можно выкопать осенью куст, пересадить в горшок и выращивать как комнатное растение. Цветет с середины лета до осени. Во время цветения привлекает внимание его грациозные шаровидные соцветия диаметром от 15 до 30 сантиметров в зависимости от сорта. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшке. Горшечными растениями можно украсить балконы, террасы и беседки. Расцветки Агапантуса бывают белые, лавандовые или голубые. Цветки имеют приятный аромат. Подходят для срезки. Растение в уходе неприхотливо. Растет на любой рыхлой почве на солнечном месте. Не переносит застой влаги в почве. В апреле-майе цветочные магазины начинают продавать посадочный материал. Луковицы высаживают в грунт, когда установится теплая погода. Также их можно заранее прорастить дома в горшке, а в грунт высадить уже с листьями. Уход в открытом грунте заключается в умеренном поле по мере необходимости и подкормке два раза в месяц любыми комплексными удобрениями для цветущих растений. Агапантус это самодостаточный цветок. В открытом грунте наиболее эффектно он смотрится в одиночной посадке. Если луковиц много, то их можно высадить вдоль дорожки. Растение очень быстро разрастается и со временем образует густые заросли. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, выращивали ли вы этот цветок в саду. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мои другие каналы Елена Сата Огород и кулинарный гид Елена. Ссылки на каналы находятся в описании под видео.